Бизнес-новости Еврейская жизнь. Катастрофа. Мы просто сделали доброе дело и представляем студенческую Америку. То есть университетские издания, американские университетские издания, мы представляем их бесплатно, чтобы мир узнал о наших академических изданиях, о наших учебниках. Те учебники, те книги, которые вы сегодня здесь видите у нас на выставке, они являются теми книгами, которыми сегодняшний американец, сегодняшний студент и учится. Основную массу этих книг мы оставляем в дар библиотекам университетов, в первую очередь, конечно, МГУ. Я бы хотел вам представить кандидата экономических наук Алексея Шуласа. Что же хотим мы и что хотят наши западные партнеры? Я думаю, что не открою большого секрета, сказав, что западные партнеры хотят в первую очередь получить максимальную прибыль, используя нашу дешевую рабочую силу, наши достаточно дешевые ресурсы, нашу территорию и осваивая максимально наш внутренний рынок. Мы же хотим иного. Мы хотим, в первую очередь, выйти на мировой рынок, повысить конкурентоспособность наших товаров и получать твердую валюту. Ваши предложения? Мои предложения. Я думаю, что предложения по регулированию, скажем так, деятельности совместных воинприятий можно влиять на две группы. Это пожарные меры, то, что нужно делать уже сейчас, и меры стратегического плана. В качестве пожарных мер я предложил бы следующее. Первое. Нужно немедленно нам разработать программу развития совместных предприятий в нашей стране. То есть мы должны четко ответить на вопрос, чего же мы хотим от этих предприятий, в каких сферах деятельности они будут у нас задействованы, какие ресурсы они могут использовать и где, в общем, какие пределы их деятельности существуют. Причем я думаю, что эту программу нужно сделать, разработать гласно, с участием депутатов, скажем так, и представителей широкой общественности. И вообще я думаю, что к регулированию деятельности совместных предприятий нужно шире привлекать Верховный Совет. В стратегическом плане я скажу так. Я, в общем-то, за совместные предприятия на чужой территории, когда мы даем нашу технологию, наши инженерные разработки, используя чужие ресурсы и чужие рабочие силы. Но, к сожалению, так не случилось. Прошло уже несколько лет, и все равно мы видим, что происходит в России. Опять Писаревский. Наш журнал «Московский бизнес». Да, вот был такой журнал. Агентство печати новости использовалось как система публикации этого журнала. Поскольку этот журнал издает агентство печати новости, то мы стараемся его распространять во всех наших бюро, а таких бюро у нас более ста, более чем в ста странах мира. Где теперь это агентство печати новости? Со ста бюро в разных странах мира. У нас ее недостаточно, поэтому присылайте свои предложения, объявления, просьбу о консультациях, или нас консультируйте, критикуйте нас. Мы будем очень рады, если вы станете читателями нашего журнала. Подписка на журнал «Московский бизнес». Где этот Писаревский сейчас? Вообще непонятно. Я, конечно, в Канаде, а он где? Конечно, в Москве. По адресу 119-021, Москва, Яковлев Комер. Агентство печати новости, редакция журнала «Московский бизнес». Наверное, не знаю, умер он, нет. У нас трамвай ходил по Москве, «Московский бизнес» назывался, «Московский бизнес». А сейчас я вам покажу жену известного телеобозревателя. Как же фамилии-то то спыли? Друг Листьева. Вот она, Маша, зовут ее. Наработала секретарем у Писаревского. Сейчас, Питя, вот смотри, будут новости. Мои опять. Слышишь? Не телешоу. Всем государственным, общественным, кооперативным, совместным предприятиям, банкам и деловым людям. Бизнес-клуб ищет помещения для проведения телестреч, телеаукционов, коммерческих телематурных. Бизнес-клуб предлагает совместное производство видеопрограмм на взаимовыгодных условиях. Бизнес-клуб предлагает коммерческий обмен информацией. Наш адрес. Москва. 127. 7-3-0, Королева-12, передача Добрый вечер, Москва, бизнес-клуб. Еще раз напоминаем, коммерции нет пустяков. Коммерции в одной сроке и гарантия. Бизнес-клуб. Коммерции нет пустяков. Гарантия. 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 Гарантия.